Всем привет, дорогие друзья, с вами Винсент, и это моя уже вторая часть об часто задаваемых вопросах о 73-м, а также его дополнениях и каталогах. После первой части, вот этой вот, я понял, что нужно сделать вторую, потому что на тот момент, это было 4 месяца назад, я ещё как бы не знал решения некоторых проблем. Ну и в том видео я, точнее, вообще не показывал, а просто как бы на словах говорил, и людям было не совсем понятно. На демонный момент я уже большинство открыл для себя вещей, ну, как бы, как решить ту или иную проблему, и вам покажу, как вам, и покажу вам, как это сделать. Итак, начнём. И начнём мы, как и в прошлом видео, с ошибки инициализации. Вы, наверное, спросите, зачем я опять это буду говорить, но, но, в прошлом видео я говорил, что эта ошибка у вас придёт после переустановки игры, или же того, там, каталога или дополнения. Это у некоторых работает, в том числе и у меня, а у некоторых, к сожалению, нет. И на тот момент я просто не знал, как поступить с теми людьми, у которых даже не работает после переустановки. Ну, на данный момент я хотя бы как-то нашёл решение этой проблемы. Вам нужно скачать вот этот вот репак с выборочной установкой. Вот, сюда входит дополнение и каталоги, можете почитать, тут только нет «Вперёд в будущего». Если вы хотите поиграть вперёд в будущего, то помочь на данный момент я, к сожалению, никак не могу. Скачивайте его и выбирайте то, что вам нужно, там, ставите галочки, и у вас никакой ошибки не будет. Sims обычно тут не нужен, вам нужно сначала всё удалить и потом уже скачивать и устанавливать вот это вот. Ну и всё, а если же у вас, вы не пробовали переустановить, то, если вы ещё не пробовали, то сначала попробуйте переустановить. Если не поможет, то уже вот к этому способу переходите. Если уж, конечно, прям так хотите поиграть. И переходим к следующей ошибке. И следующая довольно-таки популярная ошибка, в которой я тоже говорил в прошлом видео, это ошибка обновления 73-го. Но в прошлом видео вы, походу, не поняли, что именно я от вас спрошу. Ну и там я немножко по-другому искал и нашёл на данный момент уже другой способ решения этой проблемы. Итак, для начала вам нужно открыть то, что вы скачали. В моём случае это ИС-образ, и пусть это будет Райские острова. Вам нужно его извлечь. Извлекаем. Пока нет извлечений, я немножко расскажу о том, что я хочу сделать. Когда вы запускаете установщик, и у вас просят обновить, то есть программа сама автоматически ищет это дополнение, обновление, и обновляет. Способ, который сейчас мы сделаем обновление, это как бы, так сказать, ручной способ. То есть я сам открою обновление, обновлю игру, а только потом уже запускать нужную установку. Чтобы установка просто видела то, что у нас игра уже обновлена, и ей не требуется обновление, потому что мы уже обновили. Ну, кто-то понял, а кто-то нет, по-прежнему. Но в любом случае вы сейчас это всё увидите. Извлекли, открываем папку, потом ищем папку Support, Update, и запускаем наш обновлятор. И вот, как мы видим, у нас запустилось обновление. Сейчас мы обновим просто программку, ой, нашу игру. Ручим способом, вот, выним. Тут даже тыкать ничего не нужно. Ждём, пока обновится. Вот, мы успешно обновили нашу игру, нажимаем готово. Вот, с таким способом обновления у вас ни в коем случае не вылезет никакая ошибка. То есть, пока что у меня ни разу такого не происходило. А, автоматным способом у меня вылетало раза два, наверное. Не знаю почему. Иногда вылетает, иногда у меня не вылетает. Ну и теперь, что делаем дальше? А дальше, как обычно, берём и запускаем наше установку нашего дополнения или там каталога. Сейчас я прям при вас запущу. Вот, выполнить, нажимаем. И никакого на времени у нас не попросят, а пойдёт дальше установка. Ждём немножечко. Далее нажимаем. Тут подлагает немножко у меня, как обычно. Ну, у вас может тоже, а может и нет. Нажимаем, я прочёл. Далее. Ну и вводим уже ключ. И всё, там никакого обновления нам не нужно. Ну, то есть, вы поняли. И дальше, что делать по видео? Всё, с обновлением разобрались. Переходим к следующей ошибке. Следующая ошибочка, довольно-таки, уже происходит в самой игре. То есть, вы уже запустили игру, думаете, всё-всё хорошо, и вы сейчас поиграете. И тут, оп, нежданечко у вас влетает ошибка проверки поданности диска. И когда вы нажимаете кнопочку «Принять», у вас просто вылетает попросту игра. И продолжить вы уже никак не сможете. В прошлом видео я договорил об этой ошибке, но, походу, я там, как бы, так сказал, не уверенно. То есть, я сам ещё не знал, как её решить. На данный момент я знаю, как её решить. Для этого вам нужно... Как нужно. Вот у вас есть кряк, да? Кряк — это взлом нашей игры. Если у вас это дополнение... Это, скорее всего, вылетает с дополнения. Точнее, как, скорее всего. Это вылетает в основном с дополнением. Берём, вот, папочка на F, Game, Bin. Это в Райские островах. Если у вас, там, какое-то другое дополнение, там, это будет папочка Кряк, вот. И вот эти два файла находим, копируем. Во всех моих видео сказано, что... Эти два файла нужно кидать в коренную папку с игрой, да? Вот, Game, Bin, обычный Sims, а не с дополнением. Да, и когда вы кидаете в обычную папку, у вас может вылететь эта ошибка. А если вы кинете в Райские острова и запустите вот отсюда вот уже, то у вас эти ошибки уже не вылетят. Ну, надеюсь, вы поняли, что вам нужно сделать. А если вы уже скопировали эти два файла в папку с игрой, то не удаляйте, пусть они там так и лежат. Точнее, закиньте и туда, и туда, и просто запустите уже с папки с Райских островов. Ну, в моем случае с Райских островов. Ну, и я думаю, эту ошибку вы решите. И следующая ошибка у нас похожа на предыдущую ошибку, только тут говорится, что диск с игрой не найден. А если вам не помог способ с взломом программки, то есть нашей игры, с перекидыванием моей папкой кряк в другое место, то вам нужно установить дополнение ваше с помощью программки Daymond Tools, если вы этого не сделали. Для этого скачаем Daymond Tools, ссылка оставлю под видео. И вам нужно скачать также ваш ИС-образ, ну, то есть дополнение, и перекинуть его сюда. Далее нажать вот сюда, вот, добавить виртуальный ДТ-привод. Подождать, пока он создастся. И после чего нажать уже два раза мышкой по нашему ИС-образу, этому верхнему. И вот, как видите, у нас влезает авторан такая фигня, то есть ИС-образ залился у нас на виртуальный диск. Если у вас в такой штуке не вылезло, то открывайте компьютер, и тут мы видим, вот он. Открываем его вот отсюда вот. Следующая ошибка у нас говорится в том, что прекращена работа программой SimStream. Ну, тут есть два пункта. Когда вы уже, как бы, запустили игру, играете. И второй, это когда вы только начали, как бы, вообще запустить не можете. Давайте сначала начнем с того, что вы не можете запустить. Скорее всего, вы просто не с того ярлычка запускаете. То есть вам нужно перекинуть кряк, вот эти вот два файлика, в моем случае это Райские острова, вот. И запустить вот с этого файлика, вот. А если вы запускаете неоткуда-то, то у вас может, как нифиг делать, вылезти эта ошибка. Если же у вас она вылетает уже, когда вы играете, то, скорее всего, у вас просто слабенький компьютер, и вам нужно покрутить настройки игры. Вот. То есть, там, перед, когда вы только выбираете город, то есть, там можно выбрать, когда вот вы начали, знаете, выбирать город, там можно покрутить настройки. Покрутите и начинайте играть. И, возможно, у вас этой ошибки не будет. Следующая ошибка у нас говорится, то, что наша видеокарта, к сожалению, не подходит. Тут есть два способа. Для начала вам нужно попробовать установить драйвера для вашей видеокарты. Если вы не знаете, как это делать, я тут вам ничем помочь не могу. Я не буду объяснять в этом видеороле, как обновлять драйвера. Погуглите. Потому что тут дело совсем быстро, если вы не понимаете в этом. И даже если вы обновите драйвера, и у вас последний драйвер, у вас тоже может вылететь эта ошибка. Но я уже нашел для неё решение, как ни странно. Для этого вам нужно скачать также какой-то репак, в котором почему-то у вас не будет вылетать этой ошибки. Либо вот этот вот, либо Gold Edition от Феникса вот этот вот. Но, повторяю, то, что если скачаете Gold Edition, то, возможно, у вас будет зависать игра. То есть, если у вас видеокарта слабая, то у вас будет зависать она. Так что, если вы не уверены, то качайте с выборочной установкой и выбирайте то, что вам нужно. Когда у вас не будет вылетать эта ошибка, и игра зависать может быть не будет. Следующая у нас уже не ошибка, а, так сказать, вопрос. Можно ли устанавливать несколько дополнений сразу? Да, можно, но запускать вы их по отдельности не сможете. То есть, вы не сможете поиграть там отдельно в питомца или там Райские острова. Вы будете играть как бы в одну игру со всеми дополнениями вместе. То есть, там Райские острова плюс питомец. Вы будете там плавать на домах с собаками. Вот. Как же это сделать? Делать довольно-таки просто, но есть какие-то маленькие загвоздочки. Останавливать все эти дополнения, если вы хотите несколько дополнений, нужно по дате выпуска. То есть, от самого первого к последнему. То есть, вот так вот. Некоторые мне спрашивали, например, вот, да, я хочу там установить сегодняшнюю жизнь и там в сумерках. Это что, мне надо установить все возраста, питомцы, шоу-бизнес, сверхъестественное, а потом времена года, и потом только в сегодняшнюю жизнь. Нет, ребят, если вы хотите, например, установить времена года и в сумерках, сначала установите сумерки, а потом времена года. Вот. И вот эти вот, которые между ними, устанавливать не обязательно. И вот вы установили, да, что же делать потом? Вам нужно просто заменять кряк на... Вот, кряк в папке с игрой. То есть, вот, у меня сейчас установлен, например, Райские острова. Я хочу поверх Райских островов установить питомца. Ну, конечно, нужно было сначала установить питомца, но я же не буду сейчас установить, да, вы понимаете, то есть, вы поняли. Например, у меня установлены сейчас питомца, и я хочу установить поверх Райские острова. Я уставлю Райские острова, и потом беру кряк от Райских островов, вот, открываю, геймбин, кряк, и перекидываю папку с игрой. Вот. И заменяю тем самым кряк питомцев на Райские острова кряк. То есть, вот, и запускаю уже с него. И у вас всё прекрасно работает. Думаю, с этим вопросом у вас не наперётся. То же самое и с каталогами. И следующий, ребят, наверное, последний, такая, как бы сказать, ошибка. Ну, я об ней вообще как бы забыл. То есть, когда вы запускаете игру, да, у вас просто ничего не происходит после запуска. Что это значит? Ну, это, во-первых, также значит, что вы просто из того запустили, либо не взломали. Больше ничего это значит другого не может. То, что у вас там, например, компьютер не поддержит или ещё что-то, это, скорее всего, неправда. Вот. Ну, и, наверное, это всё, ребят, что могло быть в этом видео. Возможно, будет также в следующей части этого видео, если появится что-то ещё такое. Вот. Также, теперь все вопросы. Пишите вот сюда, в группу, не надо мне писать в личку, потому что... Ну, как в личку, вы не сможете писать в личку, я её закрыл, так что вы теперь добавляйте только в друзья. Ну, я вам всё равно не отвечаю. Так что пишите вот сюда вот, в эту тему, и я буду вам отвечать. Также, может, вот, вскоре буду развивать эту группу, что-нибудь сюда постить и прочее. Но для этого найду каких-нибудь там людей, может быть. Ну, а может и нет. В общем, вы поняли, всем удачи. И пока-пока, кстати, уже почти скоро 5к подписчиков. Спасибо вам большое. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok